В Москве из-за непогоды отменено 44 рейса. У нас воздушный транспорт работает в штатном режиме. С утра была задержка только двух рейсов. Ситуацию с уборкой снега обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства. По оперативной информации на дорогах работали 250 единиц спецтехники и 500 человек муниципального предприятия благоустройства. Вывезли почти 2500 тонн снега. Управляющие компании задействовали больше 100 машин и 2500 дворников. По оценке первого заместителя главы города Владимира Василенко этого мало. Темпы уборки нужно наращивать, привлекать дополнительную технику. Кроме того, пора начинать очистку кровель. Вопрос по сосулькам. Это касается всех управляющих компаний и районов. Пожалуйста, вот здесь сегодня административные комиссии районов на крыше всех безжалостно штрафовать, сбивать, убирать и тому подобное. Снега достаточно уже для того, чтобы свыше 40 сантиметров убирать снег с кровли. Мощный циклон начнет отступать уже в среду. Снегопады сменят морозы. Синоптики обещают резкое понижение температуры до минус 23 градусов. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. А пока снегопад в городе продолжает царствовать, ровным строем, словно на параде по Самарским улицам проходит автопоезд. Так называют машины, которые будто вагоны, едут одна за другой и очищают снег с проезжей части. Сегодня такой техники на улице почти в полтора раза больше, чем обычно. Очищают в первую очередь дороги с оживленным движением общественного транспорта, подъезды к школам и больницам. Очередность машин зависит от ширины проезжей части дороги. То есть в данном случае, учитывая, что у нас припаркован еще транспорт на обочине дороги, на крайне правом ряду, то в данном случае используются четыре автомобиля. Все они используются в качестве сгребания снега. То есть отсведут они с перекрытием по полметра друг к дружке, на всю ширину расчищая проезжую часть. После этого пройдет машина, которая обрабатывает дорогу противогололедным материалом, для того, чтобы вновь упадавший снег не скатывался, не образовывал гололед. Работы ведутся круглосуточно. В две смены дорожная техника выезжает и по ночам. С начала первых снегопадов с Самарских улиц вывезли 26 тысяч тонн снега. С последствиями стихии борются и управляющие компании. В Кировском районе сегодня на расчистку дворов привлекли спецтехнику, тракторы, снегоуборочные машины. Дворники трудятся с раннего утра. Будем работать, пока не уберем все свои территории. Дальнейшая работа будет обусловлена с разговором директора. Либо в ночь выводить будем, если снегопад, либо с пяти утра. Но ответственно к делу подходят не все коммунальщики. На улице Печорской дворники ПЖРТ железнодорожной редкие гости, жалуются жители. По-хорошему это тротуар, но пройти здесь не так-то просто. Он весь засыпан снегом. Тропинку протоптали местные жители. По их словам, с уборкой снега здесь дела плохи. Снег это очень плохо убирают. Вот я сегодня поставила сумку в подъезде. Сама убирала около подъезда. Убирают плохо. Можно сказать, вообще не убирают. Вчера каким-то чудом трактор проехал. Не знаю каким. Вот дорожки прочистили позавчера вот здесь трактором. А дорогу вообще не чистится. Управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности, могут лишиться лицензии. Работу коммунальщиков проверяют ежедневно. Регулярно проводят объезд дворов, отслеживают маршруты движения спецтехники. Затем, насколько качественно управляющие организации убирают улицы и дворы от снега, пристально следят административные комиссии, районы и городские власти. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.